экспериментирую с тенюшками у моей вот такой вот палетки ищу думаю какой из этих какой из этих тенюшек взять следующие добивалки это как в предыдущей розовыми не очень скажем так подошла наверно из этих вот верхних двух или золотистую за что тут пока химичу но и заодно тестирую карандашик от вивен сабо еще он такой кремовый он так и моментально моментально наносится цвет посмотрим как он будет держаться его сделаю как верхнюю стрелочку таки внутри глаза посмотрим иду гулять с арифлейм кай в номере 702 я еще уже вытолкнула ее в колпачок добиваю кстати говоря сегодня работала через зум с ней и она в зуме выглядела неоновой я не знаю почему или на нее свет откладывал или что я прям в экран видела что сидеть сижу не я одни губами азади такого неонового цвета с мы с одной стороны круто но прикольно скажем так и кстати говоря я очень очень довольна вот этим карандашом вивен сабо вот я с 7 утра где-то накрасила внутри стрелку и сейчас уже будет почти 6 вечера и она держится замечательно девочки я приятно удивлена интересно вот как этот карандаш будет держаться в нашу жару каждый день экспериментирую со своего наборная палеточка девочки вот эти вот две нижние вот эти две я пытаюсь понять что мне как бы знаете так больше подойдет сегодня у меня вот это розовенькая вот это думаю завтра попробую чисто вот этой знаете как бы покрыть все века чтобы было просто знаете как выровнять века из придать ему блестинки вот иногда хочется просто такой знаете как как бы чтобы было и чтобы не было одновременно утром я наверно буду рассказать про свои тенюшки а после обеда про свои помадки oriflame к в номере 702 все еще и со мной надеюсь надеюсь что уже завтра я ее все-таки добью осталось буквально на разочек а то и два кстати грамме здесь треснул колпачок не знаю чего вроде бы у него сильно не давлю но сам пластик просто треснул надеюсь он доживет до того пока живет помадка и мой новый маникюрчик сделала гей-лак кстати говоря девочки у меня получается гей-лак знаете как ну как обычные ногти да у меня то есть не не повышается толщина ногтя а когда я хожу делать салон лак у меня почему-то знаете как наращивает вот такой вот слой вот почему так кто может мне объяснить посмотрите какая красота сколько крыльев люди на досках с крыльями просто один над другом какой для них для этих серферов кайфа он просто на лодках сидят так как эти птенчики ждут волны это уже не загорает плюс 21 ветрено о лошадка лошадки смотри лошадки вот он и раз все вместе и лошадки и серперы сильный ветерок правда погода шепчет с другого ракурса хорошо прохладненько падает для нас уже холодно а он мужичок в серверах ох панамочку одел в одних трусах и вперед наши спортсмены вечные нас есть некоторые которые каждый день ходят зима и летом одним цветом они все все равно ходят эти крылья все летают что-то у нас столько кушек с собой у нас в этом месте красивые вот вот 10 котят Лучше себя. Сразу 10. Мы любителей кушаем. Новая система угона машины. Кто-то такое вообще видел? Люди добрые. Вы знаете, что это такое? Это замок на машину. Как вы думаете, можно открыть машину, когда висит тут такой замок? Угадайте, для чего это и как это работает. Вижу, кстати говоря, сегодня впервые, но уже на второй машине. Начинаю новый челлендж кремовых масок. Такие ночные маски, которые не надо смывать. От фирмы DM Balea. Подарочек от Марии B. Cesar. Вот такая масочка. Тут, правда, все на немецком. Очень приятно, очень нежно. Такой имеет легкий цитрусовый запах. Обалденно. Последние капельки помадки NARS. Название Анна. Девочки, все-таки какой красивый этот цвет. Как он классно наносится, держится. Просто шикарно. Буду очень и очень скучать за этой помадкой. Не, ну скажите, что кошки, это не какое-то сверхъестественное существо. Посмотрите, где она сидит. Это у нас обрезали такие, как деревья, а-ля кусты. Которые над входом. На высоте, наверное, трех, это и четырех метров. Посмотрите, где она уселась. Не, ну это вообще нормально? Кошка! И не боится свалиться оттуда? Ура, ура! Мне повезло. У меня маленький перерывчик. Во время рабочего дня я быстренько снимаю для вас ролик моих совершенно свежих покупок. Сегодня я с помадкой от KIKO. Название Velvet Passion в номере 315. Девочки, какая она приятная, нежная. Практически нет, чуть-чуть такой как бы конфетный запах. Просто я говорю, вот и она сейчас немножечко, как говорится, подсохнет и будет самое то под маску. Как часто вы меняете помадки в течение дня? Я, например, уже сменила вторую. Сейчас у меня Reflame в номере 702. И вполне возможно, что вечером я еще сменю на одну. Но, как говорится, еще посмотрим. Видно, видно свет в конце туннеля. Девочки, я докопала до дна. Ура, ура! Теперь осталось только, только по бочкам, скажем так, со сторонок, со стенок поснимать. И я уже решила сегодня посменить третью помаду. Так как мы сегодня говорили, да, что каждый раз, когда красим губы, в принципе, можно поменять и цвет помады. Девочки, я экспериментирую с моей палеткой. Все еще самый удачный вариант на выходные дни. Сегодня я использую вот эту и еще вот с этой стороны повыше тенюшку. С одной стороны, очень классно. Вот такая, девочки, магнитная палетка. Все вместе. Несмотря на то, что она громоздкая, можно сразу экспериментировать. У меня тут сразу три палетки. Так что, в принципе, очень даже удачный вариант. Девочки, не теряем ни минуты свободного времени. Сразу, сразу бежим и снимаем ролики. Идем штурмовать магазин. Вчера его закрыли буквально у нас перед носами. Больше не пустили. Оказывается, сейчас у нас очень рано закрывают магазины. С помадкой в номере 702. Арифлейнка. Мы еще вместе. Тут буквально осталось на разочек. Реально, реально на разочек. Но все-таки хочу ее добить. И это будет мой последний пробничек из тех добивалок. Да, маленький спойлер. 2020. Это последний-последний пробник. Я их добила все. Сегодня я с палеточкой от Essence. Magical Forest. Использовала вот этих вот два правых. Две правые тенюшки. Коричневую. Такая она типа и не коричневая, и не серая. Что-то между этим. И, конечно, вот эту верхнюю, которую я очень часто использую в моих макияжах. Как вы видите, смотрите, какая там уже ямка. Но все-таки до дна пока что не добралась. Я решила все-таки еще раз выгулять эту помадку сегодня. Моя Max Factor Cognac 870. Девочки, все-таки видите, уже еще сможем, так сказать, чуть-чуть. Очень-очень хочу ее добить в этом году. Как говорится, и отправить ее в пустышки навсегда. Ура, мои пудры Милука. В номере 320. Я дошла до дна. Кстати говоря, девочки, я не очень довольна этой пудрой. Она имеет такой эффект, знаете, как тоналки. Может, кому-то это наоборот понравится. То есть, через некоторое время она как бы ожирняется, скажем так, на лице. И в Т-зоне становится как тоналка. Запах у нее тоже не очень. Но раз купили, допользуемся. Сегодня я с помадкой Testy Lauder. С линейки Envy. Название Dynamic 410. И вот сколько я не крашу эту помаду. Она все время остается вот в таком вот, как говорится, первоначальном виде. Очень классная. Очень кремовая. И знаете, я делаю такие ролики, если бы у вас пропали все помады, да, что бы вы хотели. Я думаю, наверное, из вот этой линейки какую-либо кремовую помаду. Они просто шикарные. После дождя, как в четверг. Какая прелесть. Раблик Павлик высынирожки. Смотри, какой большой, красивый, красавец. Ползет по своим делам. Только почему на дороге ты ползешь. За окном ливень, девочки. А я спекла вот такие вот хлебушки из-за трубей по диете Дюкана. Сейчас она стынет и будем пробовать. На этой недельке у меня было много помадки Max Factor Cognac 870. Чему я очень рада, что моя сила воли не покинула меня. Опять же, горжусь Тори Петровой, которая может целую неделю краситься одной и той же помадой. Для этого нужно много силы воли и энтузиазма. Ты молодец. Продолжение следует...